Добрый день, зрители и подписчики моего канала Роненштайн Айнс. В то время, когда театральная постановка под названием «Пандемия коронавируса охватила умы всего человечества», мы будем продолжать поиски, изучая причины бытия, а не его следствия как последствия. Закрытые границы, прерванные сообщения, ограничения передвижения, закрытые предприятия, закрытые школы и детские сады. Все это лишь пролог того, что нам с вами предстоит пережить в ближайшем будущем во время перезагрузки системы. Желаю вам всем выжить и остаться здоровыми. У меня лично абсолютно нет никакого желания снова одеть форму и идти в роли пушечного мяса на бойню. Это снимок 1995 года, я справа. Сегодняшний фильм затронет современные специальные объекты системы волнового купола нашего террариума. Они выполняют технические функции контроля за поведением населения и являются метками для тех, кто нас поработил и управляет нами. Итак, мы отправляемся в Ульм на площадь около Радхауза по-русски Горсовета. Здесь расположены две метки. Это пирамида и куб. В пирамиде размещена городская библиотека, а в кубе находится синагога. Вы уже смотрели мои фильмы о церквях-волноводах допотопной сети системы волнового купола прошлой цивилизации, сооружения которой используются в наше время как культовые религиозные объекты. Тем, кто не смотрел, рекомендую обратить внимание на плейлист моего канала под названием «Церкви не церкви». Но если вы думаете, что над нами нет сети из купола, которая контролирует наше поведение, то вы просто-напросто заблуждаетесь. Я попробую объяснить вам то, что вы просто не хотите замечать. Здание пирамиды размещено в центре города, выполнено из металлоконструкции. Можно было вполне соорудить какую-нибудь избу-читальню, поставить ее на самой окраине города, и это было бы практически удобно для всех. Здесь же это здание поставили в историческом центре города. Здание четко ориентировано по сторонам света. Похожие объекты раскиданы по всей планете. Один из таких объектов расположен в Париже около Лувра. Система волнового купола представляет собой совокупность территориально разнесенных сложных информационных средств, совместно функционирующих в автоматическом режиме в реальном масштабе времени. В его состав входят командно-вычислительный пункт, радиолокационные станции различных типов, антенны 5G, теле- и радиовещание, интернет, система передачи данных и связи. Управление системы осуществляется программно реализованным алгоритмом искусственного интеллекта. Все объекты системы находятся под охраной чаще всего военных. В настоящее время система волнового купола решает задачи по поддержанию населения нашего террариума в состоянии повиновения. В необходимое же время в автоматическом режиме решается проблема обеспечения постоянного выхода из резонанса личной системы жизнеобеспечения любого отдельно взятого человека при помощи волновых колебаний. Возможности системы позволяют обеспечить контроль над человечеством с вероятностью близко к единице, то есть над каждым живущим здесь. Без сомнения, это великое творение искусственного разума. Без сомнения, просто ниоткуда это здесь не взялось. Система предназначена для обнаружения любого человека, анализа его жизненных целей и поведения, при необходимости, выведения из строя любого человека путем воздействия извне, используя при этом различные вредоносные частоты. Но мы будем ходить по зданию пирамиды с проектированным престарелым архитектором, которому на тот момент было уже больше 80 лет. Мы будем уверять себя, что кто-то случайно решил разместить библиотеку города в пирамиде, а синагогу в Кубе. На вершине пирамиды открывается изумительный вид на старый город. Этими видами можно любоваться бесконечно. Вот именно на это все и рассчитано. Многие объекты системы волнового купола по форме представляют собой четырехгранную усеченную пирамиду с различной шириной у основания и высотой. Их маскируют под здания городов, которые являются достопримечательностью. В некоторых из них делают музеи. Если вы хотите что-то хорошо спрятать, поставьте это на самом видном месте. Никто этого точно не обнаружит. Существуют различные типы оборудования, которые входят в общий комплекс системы волнового купола нашего террариума. Пирамиды относятся к одному из них. Я покажу естественно и другие типы установок, которые для этого необходимы. Сейчас я спускаюсь на лифте вниз, но обратите ваше внимание на винтовую лестницу в этом здании. Похожие винтовые лестницы вы встречали во всех готических церквях. На подземном этаже этого здания я уже ничего не обнаружил, кроме аварийного выхода, а его я снимал, когда подходил к зданию. Надеюсь, что посещение современной пирамиды было вам интересно. Ну а теперь нам предстоит осмотр другого объекта. Теперь речь пойдет о радиолокационных станциях. На радиолокационных станциях реализована цифровая обработка различных типов радиолокационных сигналов, позволяющих обеспечить обнаружение и сопровождение в автоматическом режиме. Объект, к которому я сейчас иду, расположен недалеко от Ульма, в населенном пункте Тальфинген. Я подойду к нему практически вплотную, и мы сможем его посмотреть. Любой объект системы волнового купола обладает высокой мощностью излучаемого сигнала, высокой помехозащищенностью, многократным резервированием аппаратуры и оборудования, это позволяет поддерживать тотальный контроль над населением. Находясь во время съемок в непосредственной близи от объекта, по непонятным мне причинам у меня из строя вышел айфон. Я проводил измерения излучения данной РЛС. Что повлияло на сбой в работе телефона, мне точно неизвестно. Телефон заработал снова полчаса спустя, когда я удалился от объекта. Система волнового купола интегрирована в единую систему информационного пространства Вселенной для контроля пространства террариума и обмена высокоточной информацией в реальном масштабе времени. Старая допотопная система волнового купола была преднамеренно выведена из строя и используется на данный момент как места ритуального поклонения различных религиозных сект. О ней я рассказывал в серии из трех фильмов «Церкви. Волновые установки». Поделитесь этим видео с близким человеком. На этом все. Жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии и читайте комментарии. Там иногда умные люди пишут умные вещи. Всем добра.